не кричите только добрый день видно да а вас видно хорошо ну как а звук а что звука нету а у вас есть звук на есть я слышу вас хорошо слышно хорошо ну слава христу а вы слышите меня да да все хорошо ну ладно как там наши ребята то он они молодцы приехали все сняли здесь одна это на камеру отпустите его я говорю а ты там пока там это все до конца все что они просят покажи это необходимо хорошо я какие справки о том сколько доходов я это надо пенсионные те но узнаю как может быть так она примерно сказала ли на какие доходы какие он уже сказала это ладно там так это тару мне вернуть хорошо там два мешка две банки еще банки полные как освободятся вводятся вот эти вот даже маленькие контейнер это не мои это нам кто-то принес мы отправили другим путем я поняла так как будет свободно я все отдам вы не против что мы записываем интернет выставляем все так нам и надо в интернет нам как жить то значит вот мы сейчас запишем ролик вы не против что выставим интернет да да нам очень даже не против только за особенно если кто-то поможет на понятно значит мы ничего обещать не можем я вчера вам написал что у меня ничего нету но я принял к сведению вот сегодня к вам приехала комиссия это настоящая комиссия они все я заметил ну да мы тоже но я по-прежнему вам наказаю где вы там были когда лежали в больнице кто там за вашими ребятишками ухаживал с ними связи не теряйте они хорошие люди то но их там против меня травят поэтому не так и говорят ну еще сделаешь люди немощные да нет они уже к вам стали лучше относиться но лучше вот они там говорили что викторию вашу не примут на воскресное занятие за то что ты детей в лагерь нам отдала из-за лапкина мы на это смотрим так одно только слово скажем где надо и все эти ваши противники подвинутся потому что у нас близкие связи со священником с архиереем и мы скажем как же так то детей лишать слова божие это нет это они погорячились этого не будет а сейчас это гляжу ребятишки там жуются стоят это это гостиницы передали яблочки они так радостные были яблочки прыгали а вот я хочу сказать лена это ничего нашего нету это приезжал к нам роман из деревне который приехал он привез нам а мы все это в детскую комнату относим или туда так что нам здесь не ничего нету только мы рады что на нас не застряло они ребята глядят на меня и точно так же делают заплатки пришивают себе чинят сидят все у меня команда такая же нищета голь перекатная но это же здорово да конечно я бы тоже так жила но дети мне нельзя до школы меня от детей заберут я бы тоже чинила все но нельзя нам нельзя так ходить за платках но это вот услышала в конце если ничего не получится как думаем узнать уголь завести сколько кирилл с этим с андрюшей большие они уголь сами скидают когда привезут да они по камушку скидает там делать нечего так но смотри чтобы тебя его не воровали как-то прикрывать надо потому что зимой люди воруют уголь нам сведения такие поступают так что у нас здесь у всех газ у нас здесь угля нету только мы уголь топим а вокруг газ у всех вот но если дойдет до того что что-то не заладится сегодня разговаривал с надеждой васильевной она сразу воспротивилась да я да то да другое я маленько поговорил пять минут она мгновенно переменилась сейчас второй раз приходит ну где они пускай приезжать если у вас водяное отопление надо сливать воду дом вас расхитят ребятишкам школу в другом месте я сказал это аварийный последний случай когда корабль тонет на что вы знаете на самый последний случай ребятишки и вы будете играть они на улице это определенно да но дать я не могу больше чем есть что и сам ем то и вам какая у меня температура такая у вас у вас там побольше было бы он она как грызет хорошо вы скажите от яблок даже съедать так чтобы остался один будылек который там на чем висит и семечки на семечки сощелкать вот так и мы расскажем чтобы ничего не пропадало мы так едим хотя мы их не едим но знаем как так какие вопросы еще вопросы по поводу крещения я читаю книгу к истинному православию мы как мне понравилось на крещение прочитаешь когда потом там к оглашенным какие вопросы какое заявление я пока тоже я ничего не обещаю мы я но я состою в комиссии огласительной и тогда летом когда будет и там тогда вот лишь тогда уже на месте там все это будет видно как но готовься ты мне вчера подкинула то третьего мужа ты меня ахнула грис об ухом по голове я говорю еще баба дурится не делать я уже говорю хоть замуж выходи как брат с сестрой жить не надо брат с сестрой то у тебя опыт другой никогда не говори сатана рядом он послушает он послушает это слова затушу и попросил бога прощения прости христоса я думаю вы наверно когда такое напишу что третий раз я думаю вы мне команду вышлите в помощь какую жениха искать нет наоборот поможете что я думаю чтоб я замуж не выходила ну да я смотрю правда сегодня утром люди пришли ваши ты как будто бы только у тебя одна специальность детей рожать ну еще воспитывать надо но то ты их воспитать сначала так что мы не дури баба мы будем будем трудиться и трудиться до славы божьей это не наше нашего ничего здесь нету и это помни всегда и будь как говорит и неблагодарное то другое измени кто бы самое маленькое тебе не сделал это держи все время в памяти а что плохо сделали сказали наплевать да забыть как будто и не было тогда у тебя будут друзья и которые у тебя были со всеми наладь хорошие отношения это нужно нам для молитвы вот мы у нас если женой плохие отношения просто павел говорит относитесь благоразумно не будьте суровы дабы что жена не ушла нет дабы не было препятствий в молитвах вот из-за чего женой надо быть астат хорошими отношения а остальное наладится ради молитвы ради того чтобы вот покажи вот съела она смотрите как да вот вот яблочко осталось вот так и надо у нас интересно мы сидели за столом у нас арбуз едят до самого низу там у белого соскабливым на севере их солят я ребятишкам дал ломтики и говорю кто самый тонкий оставит тот еще получит но один тонко тонко сделал а один сидит смотрит тоньше некуда взял и съел корочку корку съел это хаджа на середин говорит есть нечего было он купил арбуз но и люди то которые богато едят они маленько середку возьмут а потом выбрасывает и он маленько поел охота они стал есть чтобы не думали что он жадный то он положил это пусть думает что по дешах ел то есть князь вот походил маленько ничего не нашел вытащил арбуз этот давай дальше скоблить да скоблил до белого положил пускай люди думают что христианин ел а потом еще не нашел пришел опять начал сказать ну пускай думать что и шаг ел и шаг осел мы едим как будто мы ишаки мы все и мы никто нас голода не падает да я видела вашу картошку прошлый год какой вы мне показывали там совсем какая-то маленькая нормальная не то вы говорите так ну вот эту как мы сейчас у вас нормальная картошка мы нормальную стараемся кому-то отдать сказка есть такая когда снегурочка там была или кто там девочка то которые девочки то другие берут ягодку хороший в рот а плохую в корзинку она наоборот плохую в рота хорошую в корзинку сказка такая у нас первую очередь надо позаботиться у нас были глухонемые немощные мы привозили картошки бывало маловато а эту мелкую такой в ноготок то мы его сварим потом очистим на противень на листик и на плите и она подсушится но и маленько там маслом растительным помажем и все мы умеем жить очень экономно очень вот это сухари это мне щукина не онила александровна стряпает для нас я и мешок муки полный даю 50 килограмм 25 ей а 25 она нам печет и у нас расхода на хлеб нету это нам которые для лагеря помогают там остается я там в деревне всем развезу мы же даже помните тем тех людей здесь есть вчера только заговорили мне кто-то но этот телефон тысячу одну сбросил никто ничего не знал вечером только вашем деле помолился сразу у меня появился человек здесь и он говорит я хотел бы помочь немножко и поэтому спали слава это бог так делает бог и мы слышим как господь стучится в наше сердце чтобы были милосердные мы не в миссионерских отделах поэтому наше сердце может быть нежным игнатий тихоныч я еще знаете что хотел у вас попросить но прощение давай начинай слышите слышу прощение помните там ролик я делала про лагерь да помню очень помню ну вы простите меня пожалуйста но неужели я помню это но я еще сказал не я говорю вот представь у тебя столько ребятишек ни днем ночью покоя нету а там кто-то подзуживает ну сказала о нашем лагере говорят тысячи детей тысячи без помощи государства за 45 лет это не одна тысяча детей с родителями отдыхали за нас говорят дети которые выросли они уехали за границу некоторые и оттуда пишут и говорят если о россии остались воспоминания хорошие то только о детском православном лагере потеряевки вот как высоко ставят люди такая с вами познакомилась через этот лагерь и вот для меня для меня то лагерь тоже не чужой для меня там столько пользы было но я не знаю почему искушение было сильное конечно вот это вот потом я как сказала я до сих пор так жалею потому что такой лагерь действительно один в мире мире не стране не где-то обо всем мире один лагерь он построен по молитвам по молитвам понимаете здесь ничего не было власть не вмешивалась мы поставили задачу детей привести ко христу которые даже ничего о боге не знают у нас задача другая была а что у нас купались каждый день по 6 раз что каждый день на лошадях ездили это каждое воскресенье на лодках там костер картошка питание такое босиком ягоды собирали это другой вопрос это к телу относятся но она все проистекало отсюда батюшка приходит богослужение лагерь освещается начинается день с молитвы вы же ролики то видели ваши дети это бегали как я же была в лагере как я я сама там была я это знаю когда в лагере то были нынче ты не было как они играют бегают там на стадионе ну на футбольном поле как ягоды берут когда мы мед там едим разных сортов мед не видно непрерывно смеются рот до ушей так дело то не в этом даже что там едят как там живут дело в том что когда с лагеря они домой приезжают дети меняются духовно они становятся другие он приехал я не сниму пояс себя я говорю что такое почему не снимешь апостолы так ходили до кирилл да потом девочки мама надо два платка один платок нельзя в церковь ходить там все волосинки спрячьте там они мама там надо так молиться мама надо так делать а игнатий тихонович сказал так они постоянно это вспоминают они до сих пор они вас помнят каждое слово что вы говорили и я думаю когда я правда неблагодарная зачем так сказала что там холодно спали лечу нормальные условия так тем более часто еще лучше дома будут у нас были ребятишки одни а родители обоих посадили за убийство какие дети то бывают за убийство ну и я их учу они с бабкой живут то я говорю ты сейчас умеешь правильно есть на тарелка не склоняться у я бабе обязательно скажу а игра баба а баба засмеется и скажет смотри-ка ты а я и не знала опять что-то скажет я говорю а баба еще скажет она горит скажет смотри-ка ты а я и не знала и засмеется то есть они приезжают и бабу учат один на сибирске были у меня ну приехал парень мать увидела вот ты что придумал тут какая-то веревка у тебя там на веревочка поезд ножницами выбросила а друг другая мать по другому она а что это за поезд спрашивает его ой мама это поезд всегда носили святые пророки апостолы даже вечности у христа поезд у яна креститель у ангелов поезд нельзя мать горит тогда ты держи один конец мой я развяжу его постираю этот конец в ванне парень там ванне сидит мальчишка а ты теперь чистый конец бери теперь я этот постираю а потом завяжем родители даже поддержать то что мы дали им а если этого нету я с ними тружусь в месяц а у тебя то они 11 месяцев я их не уж не учу чтобы домой не хотели я их не к лагере приучая к родителям надо это все учесть и при том у нас мы стараемся создать стопроцентную защищенность ребенка не обзываться не драться они это знают как там у нас были ребят один что-то сказал не так мы каждый день 3-4 раза разбор делаем то прекрасно они это знают ему это на пользу но следующий год то возьмете наших лагер пока не знаю впереди стоит ваш ролик когда ты в деть в детей всевала что плохо в лагере когда вы поймете попробуйте там еще где-то мы знаете работаем там где уже ничего нету никого нету я всю жизнь на у пирамиды на основании как ассанизатор самую грязную работу делаю если ко мне ребятишек везут это означает все конченое дело не добрый человек хорошими детьми зачем он ко мне поедет отсюда как исправительный лагерь уже едут все они привозят при заходят а вы нашего ребенка возьмете я вредок лагерь закрыты но возьмите ну куда же его одного вышел посмотреть а грех где он а вот он стоит а ему 32 года 32 года дубина стоит а что да он от наркотики котиками я так вы не в этот лагерь попали то 32 года он пухленький они такие старенькие уже и они его любят и он стоит развалился такой еще с ним буду делать он полтора раза выше меня ростом вы то сможете его исправить вот все исправляются вот однажды в алтайский технический университет поступали девушки а кто-то наводился их воровать и шесть девушек с матерью садой погибли нашли потом где-то убиты прямо в университете абитуриенки ну и там одна ксения была такая киргизова потерялась а родители зажиточная и потом осенью мне говорят в алтайской правде а вы знаете что уголовный розыск и вас поставил на учет я говорю как все варианты разбирали когда дети это ну и кто-то подтолкнул что дескать и в лагере могли быть они приезжали родители я говоря я откуда знаю приезжали посмотрели его вышли говорит нет тут они никогда не пострадали бы наши дети если бы даже были видите как они исследовали все вызвали главное колдунов здесь сатанисты такие есть секта ну и с ним разговаривали скажите а вы случайно не приносили в жертву он горит нет мы горит приносим жертву только девушек а где вы видели студентов девушек на нам такие не нужны поняла но я поняла когда живут люди не неправильно то они даже сатанистам не нужны а мы так работаем что сатанисты на за 100 верст объезжает приехали как-то на родноверы язычники до конец туда ехали венки свои потеряли мы им насыпали в рюкзаки везде рассказали где господь где христос они нас услышали что ходим босиком с природа они с природой балуются и подумали мы сейчас их тут и мы все это засняли на нас многие спотыкались говорит зубы точили да на полку положили мы молимся и больше мы ничего не знаем работать а как работать ты видела сама мы бачок тебе поехали то узнать деньги тебе конечно не доверяя ни рубля не дам но буду узнавать что нужно и и деньгам счет дай по копейке отчет пиши тогда же видно что я дам то когда ничего нету меня государство так держало на сухом пайке мне не давали работать прорабом моряком нигде не давали только при милиции в недвижимости охраны остор еще получает там крохи но я все время работал пищником три дня рыскал по городу у меня деньги были хорошие куда они ушли все ушло на дело божье перед богом и поэтому отовсюду люди звонят даже сейчас по нашим пленкам вчера один позвонил один с колонды а кто мне нужен игнатий тихонович лапкин я говорю кто вы то я из кулунды такой город есть в алтай а что да у меня вот книга ваша открытым оком я говорю какой том кое-как он увидал где написано корешки он не понимает что такое корешок даже 30 том недавно был один из лагеря пишет вот у меня книга есть 30 том а у меня здесь есть склады и книги лежали ближе всего к выходу летом нас не было и у меня потерялась кажется по 180 экземпляров 30 29 том еще сейчас начинают где-то выплывать 30 том понимаешь как поэтому конечно мне печально что столько книг пропало я их не могу нигде найти чистое место а люди-то новые новые приходят они работают книги а у меня ноги не болели у меня только сверху где подошва вот у одной ноги так на палец было врачей так и не могли определить это говорит от перетруждение давление было и от холода она вспыхнула полтора день даже не болела и опять мгновенно все ушло вчера мне дали тут какой-то экстракт мазать так покажу даже щас видно или нет вот что это а что это еще раз прервалась а ладно ладно тогда во славу божию спасти христос за все да слава христос только там эти мешочки которые можно вытряхнуть вытряхните я не случайно беру у меня тары нету когда что-то кому-то отправить у меня ничего нету поэтому я мешочки стираю их чтобы сохранить ну раз это я научился экономить меня жена зовет великий экономист до копейки на всем как трубу открыть как дверь где запечатать хоть один градус тепла удержать при себе у людей у которых много всего они не знают этого а надо написано мало по малу обеднеет кто-нибудь что ставит мало я писал об этом и мне бог дал этот талант уметь экономить и вот благодаря этому мы иногда бываем где-то кому-то и нужны мышь мы не съели что вчера принесли нам вчера как у меня скажи ты дела свернули так вот фольгу рыба заворачена эта сестра одна готовит каждое воскресенье нам все серия я не съел еще и положил и главное положил холодок и утром не съел не прикоснулся а тут вот тебе на и лена говорит со своей команды и там посмотрите как готовят одна тыква там которая разрезана она уже готова и а другая ну сырая а другая из печеная она сладкая да это не надо было но что вы кушали бы вы до кушайте сами у нас есть ему вы не едите ничего у нас еще я просто не надо у нас все есть так что во славу божию если от нас что-то зависит ничего не обещаем но помолиться мы помолимся это определенно вот у нас сейчас наш врач в командировку выехал виктор андреевич вчера долетел до санкт-петербурга 45 дней вот будет на память приходить помолитесь он очень нужен для всех врач краевой больницы но все тогда вопросов нету или есть нету все так спаси христос слава христу еще володя там все я пошел тогда иду да ну давай да ты домой зайдешь да да ну давай мне принеси тут я мы договорились или на смотри когда ребятишек выпускать как одних нигде не выпускай береги дети теряются не просто не доверяй никому детей никому нигде я до школы обратно вошу детей так и дело я знаю таких как маньяк же маньяк вот недавно его сказали поймали опять какое-то изнасилование ни на шаг не отходи никуда без молитвы чтобы не выходили три поклона к святым изображением и своди не пожалеешь это я на это надо матерей у которых потерялись дети я был в беслане когда они потеряли детей это надо и нельзя я стоял и среди них плакал я не мог удержаться столько там скорби поэтому не жалей времени свое с ребенком позанимайся смотри лишнего не позволяй ну и чтобы без обеда они зря не бегали за стол сели поели все до следующего чтобы так вот взять кусочек бегать нам родители этого не разрешали что было благоговение как у нас за столом сидят так чтобы сидели чинно не баловства разделила друг у друга не хватали поровну и все старшему побольше потому что он больше ростом то то есть все смотри благоразумно что было чтоб тебе не постыдно было а то вырастут мстители тебе за твои грехи они будут мстить тебе ты так приучи что ты покаялась что ты сокрушаешься и поэтому скажи что ваша нас ну само сам происхождение ты не бойся сказать этого требует особого внимания к вам особого без молитвы день не начинай вставайте пораньше раньше ложитесь у нас никогда поздно не вставали никогда ну насколько сама решила у нас в лагере было в 5 в 5 в лагере одетим всем дети мало и пускай в семь сама решая просто подсказываю кто рано встает тому сама знаешь как и какой у тебя вопрос это возникает недоумение ты на бумажку запиши и когда у тебя накопится что-то я тебе разрешаю раз в неделю вот в это время запомни сегодня запиши понедельник я для тебя оставлю окно и ты в это время заходи можно до понедельник можем вот в это время через неделю есть такое стихотворение у некрасова дед маза и зайцы когда он отпускал зайцев и говорю смотри косой не попадайся поняла 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 смотри я никогда не любил чтобы мне дважды на одно место наступали если я видел кого-то наказывают я представлял что это я все меня на этом уже не поймают ты это увидела где-то не ладно для себя бери что это могла быть я там изнасилован ребенок это мог бы скорее на молитву дети запирайся на все крючки никому не открывай пока не убедишься кто подойди скажи к окну я посмотрю кто не открывай никому приучи как только стемнялось никому дверь не открывать никому да мы не могли все до свидания и все поймут и строго строго мать у меня такой порядок солнце касается горизонта твоя нога порога дома опоздал все на следующий раз смотри слушай что я тебе говорю я тебя худому не научу ну хорошо а вы говорили в пятницу я могу в 9 вечера по крещению вопрос а теперь гореть и мне доехали давай давай тогда на пятницу вечером перенеси ну давайте уже пятницу тогда давай на пятницу так и будет все договорились ладно я подготовлю вопросы и в пятницу позвоню не праздная которая вам непонятно во славу божию